Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшний гость очередного заседания КАВ-бюро Кирилл Кривошеев, корреспондент отдела внешней политики газеты «Коммерсант». Кирилл, здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение. Для нас это большая честь поговорить с вами, тем более в связи с того, что вы были одним из, скажем так, наблюдателей, журналистов, которые были во времена 44-дневной войны и видели ситуацию, скажем так, из первых источников. Если вы не против, мы перейдем сразу к нашим вопросам. Конечно. И, наверное, самый важный из них будет тот, что вы, как человек, который видели саму войну, и много где выступали с интервью, писали сами про то, как все это шло, как происходила коммуникация между сторонами и все остальное. И вот сейчас больше принято говорить о поствоенном урегулировании, и нам интересен ваш взгляд. На ваш взгляд, как будет установлено это постконфликтное состояние, то есть как оно будет развиваться? Придут ли две стороны конфликта к мирному разрушению, или, возможно, снова начало военных действий, и реваншизм до сих пор обитает в облаках? Ну, реваншизм, как идея, безусловно, есть. О том, насколько этот реваншизм имеет шанс стать реальностью, это большой вопрос. Но в целом реваншизм как таковой, он встречается очень много где. Мы знаем, что любая страна, которая потеряла контроль над некой территорией, мы не будем оценивать, насколько она справедлива или несправедлива ее занимала. Но смотрите, поляки до сих пор вспоминают про Вильно, поляки до сих пор вспоминают про Львов. Как бы, насколько это, грубо говоря, в их самосознании, в их политической системе живая идея и реализуемая, это сложно сказать. Скорее всего, это уже маргинальная идея. Но то, что в Армении очень долгое время реваншизм будет достаточно живой, идея, это очевидно. Понятное дело, что очень плохо для мирного процесса, что сейчас в Армении идет предвыборная кампания. Предвыборная кампания – это всегда период, скажем так, весьма таких грязных игр. Ну, это просто политтехнологии. Понятно, что каждый хочет взять преимущество, бросить компромат, рассказать как бы свое видение о войне. Что касается мирного решения, ну, это очень сложно, и это зависит от такого количества составляющих, от того, кто победит на парламентских выборах, от того, как будет складываться ситуация у этого политика или партии после выборов, от того, какая будет экономическая ситуация в стране, от того, какая будет роль России, поддержка России. Ну, здесь просто столько факторов, что учесть их всех, всем просто, ну, невозможно. Ну, стремление к миру, оно проталкивается Москвой, но будет, пожалуй, как-то обеими сторонами восприниматься достаточно тяжело, потому что после такой, такой долгой конфронтации, таких кровопролитных боев, это очень сложно. Ну, вот посмотрите, война России и Грузии шла пять дней, вот, в свое время, в 2008 году. Мы до сих пор не смогли прийти к какому-то полноценному решению, вернее, как бы каждый считает, что решение есть, но отношения очень холодные, отношения холодные, дипломатических отношений нет, наверное, а у Армении и Азербайджана даже не пройдена процедура взаимного признания, а это просто, что сказать, ваше отношение не в нулевой фазе, а ниже нее. Нужно выйти хотя бы в ноль, нужно выйти хотя бы к холодным каким-то отношениям, когда партнеры предпочитают не замечать друг друга, и это уже лучше, чем враждовать. Демаркация, делимитация, которая сейчас осуществляется между Азербайджаном и Арменией. Вроде бы это обыкновенный процесс, который должен проходить между всеми, скажем так, независимыми странами. Не так давно был процесс демаркации, делимитации с Российской Федерацией у Азербайджана. Вот что происходит? Почему мы слышим противоречивые новости о том, что вот этот процесс демаркации, делимитации вызывает очень много, скажем так, негативных эмоций, негативных высказанностей со стороны армянских политиков и в целом со стороны Армении. То же самое очень болезненно воспринимается в Азербайджане. Вот почему обычный процесс разграничения столько эмоций и не самых лучших? Из-за чего? Ну, наверняка потому, что он необычный. Вы сами сказали, что совсем недавно был завершен процесс делимитации между Россией и Азербайджаном. Спрашивается, а что мешало? У нас что, была война, у нас были территориальные претензии к друг другу. Вроде бы стороны находятся в конструктивном диалоге. Тем не менее, процесс делимитации границы, которая, кстати говоря, проходит не по каким-то полям, не по какой-то спорной территории, а по реке Самур, которая, ну вот просто есть русло реки, посередине нее граница. Казалось бы, о чем здесь даже разговаривать? Но, тем не менее, этот процесс шел до 2012 года. Спрашивается, почему? Потому что это сложный процесс. Процесс делимитации даже между дружественными государствами сложный. Между Россией и Казахстаном этот процесс тоже занимал долгое время, потому что граница огромная. Между Россией и Китаем мы знаем, что были определенные даже разногласия на этот счет. Между странами Центральной Азии, этот незаконченность этого процесса мы наблюдали вот только что в виде столкновений на киргизо-таджикской границе. Этот процесс в Центральной Азии, опять же, удалось как-то протолкнуть Узбекистану волей нового президента, который решил, скажем так, урегулировать старые проблемы. И здесь мои узбекские коллеги говорят, что только добрая воля может помочь урегулировать такие конфликты. И то, это непросто. Это непросто, даже когда страны дружественные, когда между ними холод, это, скажем так, вдвойне усложняет задачу, а когда между ними позавчера закончилась война, ну это просто крайне сложный процесс. Разумеется, при установлении этой границы стороны оценивают разные карты. Эти карты имеют свойство отличаться в зависимости от того, в какой период они были созданы, в какой период советского времени. Да, опираются на карты, но здесь же нужно учитывать, что хозяйственная деятельность в той же самой Сюникской области, в той же самой, как бы, Гиркуникской области на границе с Кельбаджаром, она велась без особого учета, как бы, административной границы, когда-то проходившей между Советской Арменией и Советским Азербайджаном. Да, граница с Нагорным Карабахом для них была условна. Они производили паспортный контроль при въезде граждан на территорию Нагорного Карабаха, но тем не менее, как бы, к этой границе относились достаточно просто, если вот говорить о месторождениях, о полях, о поселениях просто. Вот, и поэтому, да, а чему удивляться, что в Сюникской области есть дома, которые стоят территориально на территории Азербайджана по советским картам? Да, это так, потому что никто не мешал их там строить, и они их строили. Понятно, спасибо большое. Вот следующий вопрос, опять же, актуальный. Через буквально 10 дней, если я не ошибаюсь, в обмене состоятся выборы. И вот эта предвыборная гонка, она очень сильно влияет как раз таки на публичные заявления определенных политиков, как оппозиционных, так и тех, кто в власти. И на ваш взгляд, Кочарян побеждают или все-таки есть шанс у Пашиняна остаться у власти? И вообще, как вы видите окончание этой, скажем так, предвыборного периода? Чем закончится выбор в Армении? Мне кажется, любой эксперт, который сейчас скажет, я знаю ответ, это будет некоторое преувеличение своих экспертных навыков, потому что, да, действительно рейтинг Кочаряна растет, а рейтинг Пашиняна постепенно снижается. Но, тем не менее, ни тот, ни другой не в состоянии сформировать собственную правящую коалицию, которая должна насчитывать 50+, и, соответственно, тот, кто набирает больше половины голосов, партии или блок, получает 54 мандата в парламенте Армении. Очень сложная система, очень сложная. Вот прям как конституция, по которой пытались провести, назначить сначала эти парламентские выборы, там же разобраться в ней это что-то невероятное. Так и избирательная система, она просто невероятно сложная. Есть проходной бал для партии, для блока из двух кандидатов, для блока из трех кандидатов, и он постоянно идет на повышение. Теоретически у Кочаряна есть союзники, те, которые хотели бы с ним, выражали с ним желание сформировать коалицию. Это, условно говоря, бывшие силовики, Ванитсян, который возглавлял службу национальной безопасности, Дашнак Цутюн, какие-то вот такие, знаете, право-патриотические партии. У Пашиняна таких союзников практически нет, но мы понятия не имеем, вот эти перечисленные мной правые партии, пройдут ли они в парламент, потому что они идут, выдвигаются, и сейчас, если у блока Аястан, который возглавляет Кочарян, и у гражданского договора, который возглавляет Пашинян, примерно по 20% рейтинга, то у всех этих партий пока что по опросам, ниже проходного порога. Я готов с осторожностью предположить, что будет второй тур. Армении и, собственно, тот, кто две лидирующие силы выходит во второй тур, и кто побеждает во втором туре, тот и берет 54% мандатов. Второй тур, если он состоится, он состоится в конце лета. Армения очень чувствительна к любым колебаниям, как информационного поля, так и, условно говоря, к погодным явлениям. Явка на выборах 2018 года была снижена из-за того, что я был в Ереване в тот день, но в Ереване было около плюс 3 градусов тепла. Ну, то есть, людям не понравилось, что холодно на улице, и они не захотели идти на выборы. То есть, эти выборы зависят в буквальном смысле от дуновения ветра. Если погода будет такая, как сегодня в Москве, дождливо, неприятно, то вообще вот очень сложно предположить любое развитие событий. Да, есть, условно говоря, регионы, которые меньше пострадали от конфликта. Я думаю, что в Гюмри у Пашиняна больше шансов, чем в Сюники, где его ненавидят. В Сюники может быть какая-то такая патриотическая будет волна. Там Тавужская область на границе, там тоже постоянно. Жизнь такая в напряжении, она не приводит к либеральным идеям, скорее наоборот. Люди желают сильной руки. Но предсказать, как и что будет происходить, сложно, потому что мы видим какие-то вбросы компромата с двух сторон. И, кстати говоря, еще вот неурегулировано, так мы так и не узнали. Что же за шпион? Заявлено, что есть какой-то шпион, изловлен. Приезжал в Турцию, получал азербайджанские деньги, сообщал какую-то информацию о расположении войск в Гадруте. И что именно его информация позволила азербайджанской армии продвинуться в наступление. Кто этот человек, кто его поймал. Кто возьмет на себя лавры, тот получит, соответственно, политические бонусы. Других факторов, может быть, множество сейчас озвучено. Вот Пашинян гордо бьет себя в грудь и говорит, что готов обменять своего сына Ашота на солдат, которые находятся сейчас в Баку, как задержанные. Их называют диверсантами, военнопленными. Их называют в Армении. Да, судьба этих солдат – это важный политический фактор. И я думаю, в Азербайджане это тоже понимают и могут этот фактор использовать. В этом и сложность этой избирательной кампании. Что Россия, как-то ни странно, она смотрит на обе стороны взвешенно. Ей все равно, кто победит, в общем-то, потому что Пашинян научился быть другом Путина. А вот в руках Ильхама Алиева неожиданно оказались карты, которые могут повлиять на расклад армянской политики. Кому он подарит этих военнопленных, тот и получит преимущество. Но опять же, это все настолько растянуто во времени. А что, если это решение будет отложено до августа? Если мы будем сидеть и ждать второго тура? Да до второго тура можно столько написать статей, можно столько выпустить дебатов, передач, выступлений, митингов, чего угодно, что все сомневающиеся будут колебаться то туда, то туда. А сомневающихся, как мы видим, чуть ли не половина избирателей. И их голоса все и решат. Понятно. То есть некоторый формат таких политических качелей и каких-либо четких данных пониманий пока, к сожалению, мало. Многие говорят, что вот это вот Галлоп, как бы партнер Галлоп, компания MPG, социологическая служба веревания, которая работает как филиал Галлоп Интернешнл, что якобы не доверяет, не стоит доверять их информации, потому что они проамериканские, потому что они за Пашиняна. Вот это чистый заказ. Многие вот, скажем так, качаряновские силы любят говорить, да там всего один человек, да что это социологическая служба. Извините, других социологических данных у нас нет. То есть а кто? Ну проведите опрос, который вам будет нравиться, которому вы будете доверять. Ну вот можно пока опираться на эти данные, и в целом мне они кажутся, ну так или иначе, близкими к истине, потому что народ разочарован. Народ разочарован между плохим и еще худшим. Это не выбор какого-то светлого будущего. Вот в 2018 году... Да, да, абсолютно. В 2018 году я был в Армении дважды. Один раз в июне, сразу после революции, потом в декабре. Это было воодушевление. Люди верили в светлое будущее, что вот оно придет. Много рассуждали, говорили. Да, были какие-то опасения, что будет слишком много у Пашиняна, так быть не должно. Но какой-то вот такой вот прям порыв надежды, что старые вот элиты ушли. Коррумпированные элиты. Они действительно не привели страну к процветанию, и народ их не слишком сильно уважал. Народ захотел новых элит. Вот вытолкнула эта волна Никола Пашиняна, который, в общем-то, был известным позиционером. Я о нем писал еще раньше, до революции, во время как бы митингов с Аснацрэром в Ереване. Он выступал с каких-то таких даже патриотических позиций. Но здесь действительно сейчас нет никакого воодушевления. Сейчас это возврат назад к такому не слишком хорошей власти, которая, тем не менее, не знаю, по мнению некоторых, может быть готова отстоять какие-то границы. То есть какие-то национальные интересы, которые эта власть отстоять не готова. Но вот здесь только такая может быть мотивация. Я вас понял. Знаете, иногда некоторые эксперты, не для публики, говорят о такой идее, что как раз-таки то воодушевление, которое было, скажем, дано Пашинянам и обещано Пашинянам армянскому народу, оно должно было пройти, то есть его политика должна была пройти через некоторые трудные этапы. Один из трудных этапов, то есть его обещание о том, что Армения должна экономически процветать, она, возможно, лишь в случае урегулирования этих конфликтов со всеми соседними странами Армении. Соответственно, возможно, некоторые опять же полагают, что это как раз-таки была одной из части плана Пашиняна, но не будем ничего как бы комментировать, потому что пока мы до стола ничего не знаем. Мне кажется, нет. Пашинян хотел заморозить этот конфликт еще сильнее. То есть это логика любого армянского политика. А зачем? Трогать этот конфликт, это же ужасно. Это ставить свой рейтинг в большой удар. Лучше его заморозить. Условно говоря, сказать, давайте начнем переговоры вообще сначала. У него же была такая идея. Или вот такой вот нон-стартер, как называется. Давайте усадим Степана Керд за стол переговоров. Зачем? Ну, чтобы затягивать еще дольше. А, кстати, были и вполне себе такие приятные моменты в этих переговорах, когда все-таки именно при Пашиняне состоялся обмен журналистами, взаимные поездки армянских и азербайджанских журналистов друг к другу. На мой взгляд, это было хорошо, но это, скажем так, это скорее был шаг, чтобы подморозить конфликт, чтобы, скажем так, перевести его в русло такого гражданского гуманитарного диалога и отложить вопрос, собственно, который был для Баку ключевым, это как бы передача территорий. Понятно. Я просто к чему это спрашивал. Следующий вопрос, мой последний, будет касаться про экономические проекты и в целом идею интеграции всего региона, который позволит всем странам, во-первых, разблокировать все транспортные коридоры, соответственно, дать доступ вливанию новым инвестициям, движению товаров, услуг и развитию благосостояния всего населения, как Армении, так Азербайджана. Также в будущем предполагается, что к этому всему подключится еще Грузия, это та платформа 3 плюс 3. Вот на ваш взгляд, Армения, почему в Армении вот эти все моменты, связанные с разблокированием, скажем так, коммуникации, Зенгизорский коридор, вот это все встречается, опять же, с негативным оттенком? Все. Армяне не хотят включаться в интеграционные проекты или, может, там другая какая-то проблема? Армяне могут быть не готовы включаться в интеграционные проекты, но мне кажется, здесь вопрос, именно какая риторика исходит из Азербайджана, потому что сами упомянули Зенгизурский коридор. А давайте называть Лачинский коридор Арцахским коридором. Но это же неприятно? Неприятно. Армянам неприятно слышать слово Зенгизур. Оно враждебно, оно как бы пропитано вот этими событиями начала 20 века, когда, кстати говоря, такой неоднозначно воспринимаемый человек, как Гарегин Жде, все-таки добился того, что этот регион вошел в состав Советской Армении, а не Азербайджана. Это для вас поражение поражение, но для них это важный фактор национального самосознания. Разблокировка коммуникаций – это замечательная идея, которую лоббируют и в Москве, и на Западе, и в Армении есть сторонники этой идеи. Но Азербайджан говорит о Зенгизурском коридоре. Мы почему-то не слышим о коридоре, который бы прошел через Карс, через Ереван. Вот был, например, участок железной дороги между Идживаном, родным городом Никола Пашиняна, и Гянжой. Через Газах там проходила железная дорога. Что нужно Армении? Армении нужна железная дорога в Россию, а в Иран – Б. Скажите, пожалуйста, Зенгизурский коридор, как его представляет Азербайджан, как он помогает Армении добиться этого вопроса? Он проходит через единственный, не очень большой армянский город Мегри, на самом юге, куда нет железной дороги из Еревана. То есть, если условный груз, например, даже нужно погрузить на поезд, то его до Мегри нужно тащить так или иначе по автомобильным дорогам. И тогда этот груз, мы, предположим, загрузили на поезд в Мегри, дальше этот поезд едет на восток, в сторону Баку, и дальше в Россию, либо же наоборот на юг в Иран. Да, но лучше бы, лучше бы для Армении, однозначно лучше бы, если бы это была железная дорога через Ереван, чтобы это действительно был и выход на Турцию, и выход на Иран, и выход на Россию. А Зангизурский коридор, он ничего не вызывает, кроме раздражения, потому что есть очень большой риск, что ли, недоверие, откуда между вами взяться доверие, собственно говоря, что этот проект будет завершен, и азербайджанцы скажут, ну все, мы вот удовлетворили свою потребность, потому что это потребность Азербайджана построить Зангизурский коридор. У него уже есть железнодорожное сообщение с Россией, уже есть железнодорожное сообщение с Ираном и Турцией. Не хватает только железнодорожного отношения с Нахичеванью. Вот. Все, мы построили железную дорогу в Нахичевань, вам спасибо, от вас больше ничего не требуется. Они боятся услышать это, поэтому я бы очень советовал, кроме Зангизурского коридора озвучивать еще какие-то идеи, проекты, потому что Зангизурский коридор, откровенно говоря, из всех предложенных автомобильных или железнодорожных коммуникаций самый невыгодный для Армении, самый бесполезный и самые, скажем так, вызывающие серьезные подозрения. Я понял, но смотрите, насколько мне известно, сколько я видел по картам, там же предполагают, что не один коридор будет, и то есть не одна транспортная коммуникация, что это нужно как-то все соединить, вот, и потому что есть еще второй коридор, который опять же будет проходить опять же через Нахичевань, но он будет проходить центральную часть Армении, получается, западной части Нахичевани входит, оттуда Карси и оттуда выходит на Карси, на Иран, да, есть такой, его рисовали, но о нем ничего не слышно сейчас. Ну, то есть вот правда, во-первых, любая непубличность порождает подозрения. Встречаются группы вице-премьера, вы что-нибудь слышали о результатах? Ну, общие слова. Общие слова, где хоть какой-нибудь конструктивный результат? А как люди воспринимали, когда еще даже до того, как сменился глава МИД в Азербайджане, когда еще вот был Эльмар Мамедьяров, когда они встречались с Мнациканьяном, сидели, говорили о чем-то по семь часов, а потом выходили и говорили, ну вот мы обсудили как бы острые ключевые моменты, все. Вот. О чем можно говорить семь часов? Это вызывало серьезные подозрения. И вот сейчас мы увидели уже пять или около того встреч этих групп вице-премьеров, которые что-то обсуждают, а что, неизвестно. Мне кажется, вы же правильно отметили как вначале, что сейчас в целом предвыборная гонка и обе страны очень, вы про Армению говорили, если не ошибаюсь, что очень сильно влияет даже погодные условия. Любые высказывания или, скажем так, не то, что разоблачения, а проливание света на то, что реально обсуждалось на таких переговорах, может вызвать негативную реакцию для самого Пашиняна. Люди, которые, кстати, как раз таки переговариваются в России, ну, то есть, входят в эти группы. То же самое с Азербайджаном. Все равно, несмотря на то, что конфликт закончен для Азербайджана, долгое время, ну, Армения все равно остается одним из главных центров внимания для населения, для политиков. Соответственно, любые какие-то, скажем так, высказывания, информация об этих переговорах может очень сильно повлиять на внутриполитическую ситуацию, что в Армении, Разумеется, безусловно. Наверное, поэтому все остается в тени. Ну, это может быть выгодно оставлять в тени, но это, во-первых, Армения, это не та страна, где не бывает утечек, там бывают утечки всего на свете, кстати говоря, и в том числе телефонный переговор начальника разведки. Может утечь в сети, мы его прекрасно слушали, где он говорил, брат, не надо трогать Хачатурова своему коллеге. Да, и как бы, я помню, что Мгер Григорян, который армянский вице-премьер, как раз таки говорил, «Зангизурский коридор», что нет, мы не обсуждали коридор в таком значении, что он будет под контролем Азербайджану или как-то, что просто как бы разблокировку всех коммуникаций, он пытался как бы сбавить накал, но после переговоров, любых переговоров, желательно опубликовать хотя бы какой-то коммунике. Ну, просто чтобы журналистам было что взять, что, о чем порассуждать, потому что, если ничего, то, ну, извините, будут подозрения, и это, да, сейчас очень чувствительная ситуация, но не сказать, что вот выборы пройдут, опять же, мы, во-первых, не знаем, когда они пройдут, может нам еще до осени ждать каких-то результатов, выборы пройдут, и все станет замечательно, нет, нет, у этого правительства, которое будет сформировано в любом случае после этих выборов, не будет никакого кредита доверия, и его будут бить, у него будет сильная оппозиция, коалиция парламентская будет шаткая, мы знаем, что, в общем-то, новых сил там не народилось, а в Армении, и на ситуацию может влиять такой, скажем, человек, как Гагик Церукян, который вот просто, вот у него есть фракция, она при любой власти, и мы видим, как этот человек меняет лагеря, например, в свое время Пашинян открыто обвинял Гагика Церукяна в том, что он взорвал его автомобиль, потому что журналист Пашинян написал статью о бизнесмене Церукяне, и потом у него взорвалась Нива, и вот Пашинян говорил это, сделал он, а потом, когда Пашиняну нужно было укрепить позиции после бархатной революции, парламент контролировали силы РПА, Республиканская партия Армения, Церукян выручил, вот он пришел на помощь, а потом Пашинян захотел Церукяна посадить, потому что Церукян якобы раздавал деньги на избирательные кампании 2017 года, как бы, а кто их не раздавал? В Армении это, в общем-то, популярная практика такая предвыборная. Ну, настолько будет сложный этот пазл, который предстоит, который предстоит сложить, что, да, переговоры будут очень сложные и очень политизированные, поэтому, да, это чувствительный вопрос для обеих стран, он будет политизироваться, будут вбросы, будет критика властей с двух сторон по любому поводу, и это очень сложный вопрос. Здесь главное сейчас действительно остановить какие-то диверсии, вот как, минирование территории, если, ну, это похоже на правду, что действительно какое-то минирование проходило, это очень плохо, какие-то желания изменить ситуацию силовым путем, это не должно допускаться, но сказать, что переговоры будут простые или что это обычная делимитация, конечно же, нет. Это один из самых сложных процессов, не знаю, чуть ли не в новейшей истории по постконфликтному регулированию, но это можно сравнить с какой-нибудь восемь. К сожалению, наше время подходит к концу, было очень приятно побеседовать с вами, ваше мнение особенно ценно, ввиду того, что вы как журналист, как профессионал своего дела освещали как конфликт и в целом, я думаю, даже историю конфликта, вы же не только во время войны побывали, вот вы рассказывали ваши поиски в Армению, в Азербайджан, это все очень ценно, еще раз спасибо, желаю вам дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности и надеемся, что когда-нибудь между двумя родинами, на Азербайджан и Армении настанет мир, будем скажем так. На заводе Арарат до сих пор хранится бочка с двумя флагами, знаете что, где находится единственный азербайджанский флаг в Армении? В подвале завода Арарат на бочке с коньяком, там два флага, вот желаю вам когда-нибудь налить оттуда стопочку. Желаю всем зрителям канала Кавказского бюро, во-первых, навыка тщательно анализировать информацию, не поддаваться каким-то манипуляциями, пожалуйста, даже если вы отстаиваете какие-то взгляды, то я считаю, что именно объективность и сдержанность должна быть превыше всего. Ну и разумеется, общечеловеческие ценности, такие как гуманизм, здоровье, всего этого хочется пожелать как администрации канала, как авторам, так и разумеется дорогой аудитории. Дорогие зрители, напоминаю, что сегодняшним гостем очередного заседания Кавказского бюро стал Кирилл Кривошеев, корреспондент отдела внешней политики газеты «Коммерсант». Подписывайтесь на наш канал и следите за последними обновлениями. Редактор субтитров А.Семкин